Привет, адепты компьютерных игр! Всем нам известна игровая платформа Steam, которая буквально ломится от игр. И в таком изобилии даже не знаешь, во что поиграть. Именно для этого я создал эту подборку, чтобы вы могли подобрать что-то для себя и посоветовать моё видео своим друзьям, чтобы им тоже было во что поиграть. Так что лайк, подписка и погнали! Kingdom 80s. Продолжение популярной серии игр, представленной в жанре стратегии. В этот раз нас занесёт в небольшой американский городок 80-х годов, население которого стоит перед опасностью. В роли смелого ребёнка тебе предстоит объединиться с верными друзьями и спасти свою родную землю от коварной и безжалостной жадности. С самого начала игры важно разработать стратегию, чтобы построить эффективную базу и защищать город от надвигающейся угрозы. Также необходимо собрать сильную команду, способную противостоять атакам вражеских сил. Будь готов сразиться с настоящими чудовищами, вооружившись мощным оружием. Кроме того, тебе предстоит отправиться на исследование окружающих локаций, где ты сможешь найти необходимые ресурсы и дополнительные снаряжения. Графика игры привлекает внимание своей яркостью и уникальным стилем рисовки. Лейсара Саммит Кингдом Это исторический, немного сказочный симулятор строительства города. История рассказывает о людях, которые решили спастись от гнёта своих правителей и создать собственные поселения, для чего выбрали скалы и горы. Именно в этих отдалённых и трудоступных местах строились целые города для сотен, а затем тысяч жителей, которые могли выживать в комфортных условиях. Перед игроком становится очень сложная, но не столько амбициозная задача, которая позволит ему развить поселение своей мечты, создав уникальные условия для жизни и красивую архитектуру на фоне живописной природы. В игре есть ряд интересных механик, включая классику жанра, а также новые и интересные функции. Например, игроку нужно не только строить, но и создавать продуманные производственные цепочки между различными товарами и продуктами питания, учитывая потребность населения и строить классовое общество, в котором есть три класса. Все здания выполнены в средневековом стиле, но имеют свои уникальные особенности дизайна. В других отношениях соперники становятся природой горы, что часто необходимо учитывать в ходе игры. Графика выполнена очень хорошо. Lies of P. Это ролевая игра, основанная на знаменитой истории приключения Пиноккио Карла Каллоди. На этот раз геймер снова превратится в деревянную куклу и отправится в захватывающее и опасное приключение. Цель стать человеком остаётся прежней, но постепенное развитие реальных эмоций и ощущений не сулит ничего хорошего. Путешествие Пиноккио по тёмному миру возвращает его в прекрасное время. Человечество почти исчезло, а города лежат в руинах. Вокруг царил хаос и ни на кого нельзя положиться в разгар всего этого. Главный герой внезапно просыпается на железнодорожной станции, заброшенной в течение долгого времени. Город Клад, где вам предстоит действовать, был практически заброшен, а немногочисленные жители охвачены безумием. Перед глазами мальчика, склонного к механике, лежит странная записка, на которой написано только одно слово. Он должен найти господина Джепетто, который должен открыть ему секреты этого места и путь вперёд. Именно здесь начинаются приключения, где ему придётся столкнуться с суровыми условиями, опасностями и непредалимыми препятствиями. Пиноккио не человек, а механическая кукла, части тела которого можно менять по своему усмотрению. Делая это, он может приобрести совершенно новые навыки и способности, которые дадут ему преимущество в бою. Вам также придётся общаться и учиться взаимодействовать с немногими другими персонажами, которые могут выжить в этом жестоком мире. Игра предлагает интересную систему лжи, в которой Пиноккио будет постепенно превращаться в человека, независимо от того, какие проступки он совершил. Мальчик на дереве стал на шаг ближе к своей мечте, но он пока не знает о последствиях. House Flipper 2, игровой проект, разработанный в жанре симулятора, где мы займёмся ремонтом частных домов разного типа. Первая часть набрала довольно большую популярность, и теперь разработчики готовы порадовать поклонников интересными нововведениями, обновлённой и более различной графикой, и ещё большим количеством возможностей по достижению поставленных целей. В этой игре ты сможешь почувствовать себя не только в роли строителя, но и в роли проектировщика, и даже в роли дизайнера интерьера, на полную подключив свою фантазию, воплощая любую идею в жизнь. В основном игра будет проходить в режиме песочницы, где заранее нужно продумать план действия, подготовив необходимые инструменты и оборудование. Главной особенностью стоит отметить полную свободу действий для игрока, что позволит создать уникальные строения. Начни с малого и стань настоящим профессионалом своего дела. Wizard with Argonne. Это кооперативная игра-песочница, где конечной целью является выживание. Вас ждёт увлекательное путешествие по волшебной и опасной пустоши, полной страшных существ и необъяснимых тайн. Отправляйтесь в путешествие в одиночку или пригласите своих друзей. Присоединится к вам в вашем путешествии в неизвестность. Выберите себе персонажа-волшебника и исследуйте окружающий мир. Поначалу ваша магия может быть слабой, но со временем ваши способности значительно возрастут. Преодолевайте сложные испытания и продвигайтесь к главной цели своего путешествия. Вы также можете собирать полезные предметы и использовать их для изготовления инструментов и оружия. Изучайте заклинания и проверяйте их эффективность перед большой армией противника. Тщательно выбирайте свои способности для использования и соотносите их с вашими возросшими сильными сторонами. Вы должны быть осторожны, чтобы не разрушить окружающий мир, если ваша магия вдруг выйдет из-под контроля. Горд. Место действия обиталища древних богов, необузданных зверей, страшных монстров и чудищ. Цель, стоящая перед игроком, помочь представителям расцветного племени покорить необходимые леса, жуткие и таящие опасность на каждом шагу. Помогите беспомощным странникам создать собственное поселение. Это станет хорошим решением для защиты от чародейских созданий, недружелюбных кланов и опасных представителей фауны. Заботьтесь о своем народе, удовлетворяя физические и психологические потребности. Сюжет развивается стремительно и динамично, увлекая надолго. Разверните строительство небольшого поселения, которое станет блокпостом, препятствующее проникновению кровожадного зверя, а также врагов и монстров. Позаботьтесь о комфорте каждого члена племени, о его здоровье и о его настроении. Заскучать не дадут различные приключения, вроде вылазки в лесную чащу с целью препятствовать распространению чумы и охоты на легендарного монстра. Будьте внимательны и подключайте логику. Предстоит раскрыть целую серию тайм. Hammerwatch 2 разворачивает свое повествование в уникальном пиксельном мире, перенося в царство, пропитанное средневековым величием. Эта RPG в жанре hack and slash погружает геймеров в напряженные, полные адреналина сражения с огромным количеством грозных врагов. От грозных зверей, скрывающихся в тени, до неумолимых полчищ нежити. Но геймплей это не только сражение. По мере того, как геймеры углублятся в мир за пределами подземелья замка Hammerwatch, они оказываются в роли воина и спасителя. Помощь жителям в их бедах становится жизненно важной частью путешествия, укрепляя чувство общности и цели в обширной вселенной. Привлекательность Hammerwatch 2 заключается не только в ее пиксельном шарме и напряженных сражениях, но и в ограниченном сочетании действий и взаимодействия. Элементы исследований в игре идут рука об руку с боевой механикой, создавая сбалансированный, захватывающий игровой процесс. Благодаря богатому детализированному миру, увлекательному геймплею и запутанные сюжетные линии, Hammerwatch 2 способна покорить геймеров с уникальным сочетанием экшена, приключения и создания общества. Речь идет не только о выживании в сражениях, речь идет о процветании среди хаоса и об изменении мира к лучшему. Shadow of Gambit The Crust Creep игровой проект, разработанный в жанре стелс-стратегии, который отправляет нас навстречу невероятным приключениям в довольно необычной роли. Роли отважного, но уже давно распрощавшегося жизнью пирата. Мы становимся частью увлекательного и одновременно опасного путешествия, в ходе которого соберем собственную команду не менее отважных призраков и добьемся поставленных целей, во что бы то ни стало. Армия инквизиции восстала, и именно она станет твоим главным противником, от которого нужно как можно скорее избавиться. Отправляйся на исследование многочисленных локаций, проходи испытания, не попадай в ловушки, собирай драгоценности и веди борьбу с оппонентом. Игровой процесс максимально насыщенный, а поэтому скучать у тебя времени не останется. Графика игры порадует ярким исполнением с детально проработанным открытым миром, который ты сможешь изучить вдоль и поперек. Тестамент The Order of High Human отправляет игроков в путешествие по постапокалиптическому фантастическому царству, наполненному приключениями и стратегическим геймплеем. Однопользовательская история от первого лица предлагает разнообразный боевой опыт, где юзеры могут использовать мечи, заклинания и луки для решения множества задач. Действие проходит в королевстве Тессара, а сюжет вращается вокруг главного героя, короля высших людей, который должен пройти путь, чтобы спасти трон от безумия после предательства своего брата. Одной из изюминок игры является инновационная система на мечах от первого лица, предлагающая игрокам возможность выполнять захватывающие комбинации во время боя. Кроме того, в их распоряжении широкий выбор магических захоронаний, позволяющих накладывать на врага стратегический паралич, ставить ловушки и наносить огненные удары. Умение пользоваться луком, чтобы использовать слабые места, добавляет еще один уровень глубины и без того многогранной боевой системе. В путешествии по темному и опасному царству геймеры столкнутся с различными угрожающими сущностями, известными как глаза тьмы. К ним относятся блокирующие глаза, которые препятствуют прогрессу, глаза пиявки, дающие неуязвимость другим существам, и ночные приносящие, отвечающие за наложение завесы тьмы, которая усиливает трудности. Вооружившись луком света, геймеры должны уничтожить эти злобные глаза, чтобы продолжить свой путь дальше. События Sea of Stars происходят в мире игры The Messenger. Главные герои Валерия и Зейл проходят воинскую подготовку для того, чтобы защитить свою родину от тварей, созданных могущественным алхимиком. Дети солнцестояния используют особую силу затмения, способную победить монстров. Геймплей состоит из пошаговых боев, путешествий по открытой карте и разгадывания пазлов. В последнем деле пригодится особое умение героев, переключение между светлым и темным временем суток. Вы посетите разнообразные локации, включая города, подземелья и луга. Передвигайтесь свободно, без привязки к клеткам игрового поля. Плавайте, карабкайтесь по скалам, цепляйтесь за уступы и перепрыгивайте пропасти. В странствиях встретится более 20 различных NPC, ведущих к сюжетным квестам. Миссии пропитаны духом приключения и подчеркивают важность дружбы. При встрече с монстрами начинаются пошаговые сражения. Герои применяют комбинацию ударов, усиления, массовые атаки, а также блокируют выпады и заклятия противников. За убийство монстров дается опыт и золото, за которое можно купить новую броню и оружие. Прокачивайте способности команды и повышайте характеристики экипировки. Не забывайте собирать пищу, чтобы поддерживать свое здоровье на нужном уровне. Вот все 10 игр, которые я подобрал для вас в этом видео. Думаю, хоть парочку игр вы для себя присмотрели. А также не забыли поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok